Леон Фехтвангер, тётя Вруша Всякий раз, когда предстоял визит тёте Мелиты, мы, дети, знали, что нас ждёт небольшой весёлый сюрприз, правда, с неприятной развязкой. Тётя Мелита была дама среднего роста, худощавая, с дерзким лицом, чёрными, уже изрядно поседевшими волосами. Хотя и не было ещё и сорока лет, и пристальным взглядом светлых глаз, которые иногда принимали странно отсутствующее выражение. Тётя Мелита, впрочем, она была не родной нашей тёткой, а кузиной моего отца, имела обыкновение, приходя в гости, приносить каждому из нас какой-нибудь подарок, ну а не практичные вещи, а так, приятные безделушки. К тому же она умела интересно рассказывать. Она много повидала на своём веку страны людей, а уж когда она говорила о деревьях и цветах, она была ботаником, то это выходило у неё не скучно, как в школе, а звучало словно увлекательные истории. Жизнь некоторых хищных растений в её рассказах была полна захватывающими приключениями. А когда она повествовала о том, как быстро разрастаются тропические джунгли, мы слушали её, затаив дыхание. Особенно чётко запомнилась мне одна история, которую ей пришлось рассказывать нам четыре или пять раз. История какой-то испанской экспедиции 17 века, заблудившейся в лесу. Этот лес вокруг неё вдруг начинает разрастаться с такой быстротой, что буйно растущие деревья вскоре отделяют людей друг от друга. В конце концов, они не могут двинуться с места. Лес в буквальном смысле слова засасывает их. Но гораздо увлекательнее были рассказы тёти Мелиты о происшествиях, приключившихся с нею буквально на днях. На свете просто не было человека, с которым бы случилось столько всякой всячины, сколько с нею. Однажды, например, самоубийца, бросившись из окна, сшиб её с ног. И при перевозке бродячего цирка сбежала змея, напала на тётью и плотно обвела её, и лишь в самую последнюю минуту её спасли. Какой-то сумасшедший принял её за памятник и угрожал, что застрелят, если она посмеет шевельнуться, ведь она же памятник. Такого рода события происходили с ней в короткие промежутки между визитами к нам. Но мы очень скоро дознались, что наша тётушка, которая умела с научной точностью описывать страны, людей и особенно растения, все эти истории просто выдумывала. Как только мы сделали это открытие, мы принялись ловить её на противоречиях и тем подхлёстывать её буйную фантазию. Она из кожи вон лезла, чтобы доказать достоверность своих приключений. Её светло-серые глаза смотрели всё пристальней, смотрели куда-то вдаль, словно она искала там новые подробности, которые помогли бы ей перебраться через трясину предъявленных ей противоречий. Под конец, загнанная в тупик, она сидела перед нами с потухшим узором, обескураженная, почти в отчаянии, а мы испытывали глубокое удовлетворение. Теперь она была наказана за свою лживость. Для нас было развлечением подстрекать её, стоило ей появиться, как мы немедленно приступали к ней с вопросами. Неужели же за последние дни с ней не произошло ничего интересного? С жестокой радостью мы наблюдали, как она увиливала от этих вопросов, как боролась с искушением рассказать нам очередную фантастическую историю. Но мы не оставляли её в покое до тех пор, пока она, обеселье в борьбе, не сдавалась. Это мы воспринимали с облегчением и восторгом. Она не могла дольше сдерживаться, её прорывало. Она должна была рассказать, и она рассказывала. И тогда начиналась вторая часть. Мы выказывали ей своё недоверие, мы дразнили и мучили её, а она защищала свою ложь, не играючи, а с истовой серьёзностью. И мы не скрывали своего злорадства, когда под конец она сидела перед нами пристыженная, расстроенная, разоблачённая лгунья. Нас просили по-доброму, нам строго приказывали прекратить эту злую игру. Но ни запреты, ни уговоры не действовали. Нас так и подмывало выспрашивать тётю Мелиту о том, что случилось с нею вчера и сегодня. И мы заметили, что и родители наши против своей воли тоже увлекались и с интересом наблюдали, как тётя оказывала сначала сильное, потом всё более слабое сопротивление и в конце концов подавалось искушению. Когда я стал постарше, отец как-то отвёл меня в сторону и стал взывать к моей совести. Объяснил мне, каким образом у тёти Мелиты, женщины, вообще-то вполне рассудительной, возникла такая причуда. Совсем ещё молодой, сразу после замужества, она уехала с мужем-ботаником в Китай, где он получил место агронома на какой-то большой плантации. Но вскоре после их приезда разразилось боксёрское восстание. Муж её был зверски убит, ей, в числе немногих белых, удалось спастись. Но она была в тяжёлом состоянии, совершенно невменяема. Что произошло с ней, этого так и не удалось у неё узнать. На некоторое время она исчезла за стенами какой-то психиатрической больницы. С тех пор, как её выпустили оттуда, она всё время такая. Никогда она не говорила о событиях тех дней, а если заходила речь о Китае или о каких-то происшествиях, сходных с тем, что, по-видимому, пришлось пережить ей, лицо её каменело, и она вскоре уходила домой. Она явно испытывала потребность поговорить о своих ужасных испытаниях, и в то же время что-то не пускало её. Её выдуманные истории были просто отдушиной, в которой находила себе выход её тоска. Однако при всём уважении к умной и приветливой тёте Мелите, при всём сочувствии к её судьбе, мы по-прежнему жаждали острых ощущений от её вранья, от возможности самим вызывать его и продемонстрировать другим. Лишь повзрослев, я понял, что причудо тёте не столько забавно, сколько достойно сострадания. С тех пор я старался помочь ей, как умел. Вскоре я обнаружил, что больше всего она страдала, когда её вынуждали доказывать достоверность её историй или уличали в противоречиях. Но за то, как благодарна она была, когда слушатели сначала делали вид, что верят её рассказу, а потом незаметно меняли тему разговора. Позднее, когда выяснилось, что я не лишён известного писательского дарования, я обрёл в тёте Мелите умную, понимающую, благожелательную советчицу. Она настаивала, чтобы во всём, что я пишу, я соблюдал при любых обстоятельствах строгую внутреннюю правдивость. С безошибочным чутьём обнаруживала она малейшую фальшь. Я многим обязан ей. Пришла война. Тётя Мелита, хотя её, быть может, никто бы и не тронул, не могла вынести той великой лжи, в которую превратилась жизнь Германии. Она уехала во Францию. Там она продолжала свой обычный образ жизни, занималась ботаникой и рассказывала свои выдуманные истории. Началась война и вторжение нацистов. Тётя Мелита слишком задержалась во Франции, и с приходом нацистов её интернировали французские власти. Для старой женщины попасть во французский лагерь для интервированных было не шуткой. Смертность там была выше, чем на французском фронте. Потом я встретил тётю Мелиту в Нью-Йорке. Она выжила, но совсем одряхлела. С ней были две женщины. Она сидела вместе с ними в лагере во Франции. Женщины рассказывали о своих ужасных испытаниях. Как приходилось голодать в лагере, как там свирепствовала дизонтерия, как люди, пробираясь к уборной, увязали в тине, как обитательницы лагеря лишались глотка кофейной бурды, если одна из них лежала в родах, потому что тёплая вода нужна была роженице. Тётя Мелита отдёргивала своих товарок. «Перестаньте, всё это было совсем не так страшно», говорила она и переводила разговор на что-нибудь другое. Позднее эти женщины рассказывали мне, какой деятельной и самоотверженной проявила она себя в лагере. Многие навещали тётю Мелиту, поздравляли её со спасением, расспрашивали о её переживаниях. Она резко, даже грубо отклоняла просьбы что-либо рассказать. Вместо этого она снова рассказывала свои выдуманные истории с поправкой на американский быт. Так, например, сидя однажды на скамейке в Сентрал Парке, она подслушала, как два нацистских шпиона обсуждали план взорвать одновременно заводы Дугласа в Санта-Моника и синагогу на Пятое авенью Нью-Йорка. И вот с того дня у её маленькой машины, на которой она совершает свои ботанические экспедиции, каждый раз таинственным образом оказываются проколотые шины. В другой раз её похитили два каких-то парня, но когда они увидели, что взять у неё нечего, то заключили пари, на какую высоту она, старуха, может прыгнуть, и заставили её прыгать до тех пор, пока она не потеряла сознание. Странно было слушать такие нелепые истории из уст старой дамы. Её странность вскоре заметили. Люди стали этим забавляться и побуждать её выдумывать всё новые и новые приключения. По ту сторону океана ей приходилось не легче, чем поэту. Недавно она умерла от отравления, поела ядовитых грибов. Ей принесли их какие-то случайные знакомые, которых она встретила во время одного из своих ботанических походов. Сначала никто не хотел этому верить, думали, что какой-то репортер попался на удочку. Но потом выяснилось, что она, ботаник, действительно умерла от ядовитых грибов. Смерть тёти Мелиты была её третьим и последним настоящим приключением. Смерть тёти Мелиты.